Военное обозрение проект ЗЗ Первый удар русских примут литовцы Вчера, в 8.55 проект ЗЗ Первый удар русских примут литовцы Запад признал, а дряхлевшая Европа бросила Украину Оставшийся в одиночестве Порошенко путинского натиска не выдержал В сущности, Путин победил еще в марте 2014 года, пишет Неусеек Украинцы осознали, они не в состоянии противостоять российским танкам, российским бронемашинам и российским беспилотникам, цитирует Уса Экс-командира НАТО В западной прессе высказываются также мнения о том, что Кремль молниеносно захватит страны Балтии, неожиданно закончив калининградские учения где-нибудь в Вильнюсе Наконец, агентство Reuters с тревогой сообщает о решении президента Ритвы ввести всеобщую воинскую повинность Сепаратисты улыбаются Дебальцева, 22 февраля Фото Баз Ратна, Reuters Старший научный сотрудник Carnegie Europe Джуди Демпси констатирует в журнале Неусеек, что битва за Дебальцева закончилась, и Петр Порошенко приказал своим войскам отойти от города По мнению Джуди Демпси, украинские солдаты не имели ни шанса на победу Пророссийские отряды, которые поддерживались Москвой, превосходили их по силе Когда украинские солдаты покидали позиции в городе, Менское соглашение о прекращении огня ничего не стоило Все эти переговоры с участием Ангела и Меркеля Владимира Путина по реализации соглашения о прекращении огня позволили журналистке сделать вывод, дипломатия потерпела крах Хуже того, европейцы не поняли главного Украина теряет свою территориальную целостность Европейские лидеры могут заламывать руки, пишет автор Они могут грозить усилить санкции против России Но удар был нанесен еще в марте 2014 года, когда Путин увел Крым Слабый ответ Евросоюза на агрессию России свел на нет все те правила, что действовали в Европе по окончании холодной войны Демпси считает, что ничего не стоят уже и Хельсинкские соглашения от 1975 года Документ, в соответствии с которым лидеры как западного, так и коммунистического блока обязались уважать неприкосновенность границ По мнению автора, Европа вступила в новую опасную эпоху И она к ней абсолютно не готова Журналистка считает, что провал последнего соглашения о прекращении огня на востоке Украины показывает С российским президентом вести переговоры Пустая затея Впрочем, не все европейские лидеры с этим утверждением согласны Некоторые из них не думают, что иметь дело с Путиным Стыдно И эти люди, по мнению журналистки, делают посмешище из европейского единства И обрекают на ужасные страдания гражданское население Восточной Украины Среди таких неприятных людей публицистка называет премьер-министра Венгрии Виктора Арбана Он чествует Путина и готов сделать свою страну еще более зависимой от российских энергоносителей А президент Кипра Никос Анастасиадис вообще собрался полететь в Москву 25 февраля Кипр давно уже предоставляет российским олигархам безопасное убежище Греция тоже смотрит в сторону Москвы Вновь избранный премьер-министр Алексис Ципрас вполне способен обратиться к России за финансовой помощью Потерпев неудачу в переговорах с ЕС В черный список журналистки входит и Милош Зиман, президент Чешской Республики Он тоже известен своей пророссийской позицией Вообще непонятно, пишет автор, как Евросоюз сумел протащить свои санкции Что же делать Украине? С падением Дебальцева у Порошенко нет больше никакого выхода Кроме как призвать миротворцев Организации Объединенных Наций и Евросоюза Они должны поехать воевать на восток Украины Но, добавим от себя, похоже, призыв старшей научной сотрудницы Канеги Юроп Никто не услышит Не то что миротворцев, а и оружие Никто не спешит поставлять господину Порошенко Вероятно, на Западе уже списали этого президента неудачника И подумывают о новом политическом раскладе Американская пресса констатирует поражение армии Порошенко И полную невозможность победы Киева над сепаратистами Обломки украинской армии Углегорск, близ Дебальцева, 18 февраля Фото, Василий Максимов AFP, Getty Images Орин Дарелвуса Today Отмечает, что последние потери Украины демонстрируют Насколько военная сила Киева уступает мощи вооружению противника Которого поддерживает российская мощь На прошлой неделе украинские национальные войска потеряли стратегический железнодорожный узел в Дебальцеве Несмотря на то, что бросили в бой тысяч военнослужащих и сотни единиц бронетехники Месяцом ранее они потеряли аэропорт Донецка Потери Украины настолько крупны, что президент Петр Порошенко теперь только и делает, что твердит о прекращении огня Украинцы осознали, они не в состоянии противостоять российским танкам, российской бронетехнике и российским беспилотникам Сказал отставной генерал Уэсли Кларк, бывший командующий НАТО Они понимали свое невыгодное положение, и поэтому и искали защиты под Минским соглашением о прекращении огня Что касается оружия для Украины, то Орин Дарелл напоминает, что Запад давать его не считает нужным Германия и Франция опасаются, что предоставление Украине оружия лишь приведет к эскалации конфликта А президент США Обама тянет время, дожидаясь прекращения огня Уэсли Кларк, побывавший на Украине, приводит свою точу зрения на конфликт Сюжетная линия Москвы состоит в том, что ряды сепаратистов якобы состоят из шахтеров и крестьян, побивающих лучших украинских военных Это не так Кларк заявляет, что среди повстанцев воюют множество русских, да и многие командиры сепаратистов, российские граждане Сепаратисты, говорит он, имеют на вооружении современные российские танки с приборами ночного видения Используют ракетные пусковые установки и передовые российские БПЛ Украина же воюет тупо, применяя артиллерию, больше наносящую вреда гражданских районам, чем сепаратистам, говорят военные эксперты Но проблемы Украины выходят за рамки вооружения, не соответствующего ситуации Армия Украины слаба по причине сокращения прежней властью расходов на оборону Руководство тоже никуда не годится, только в прошлом году в стране сменилось 4 министра обороны И даже если Украина получит много оружия от Запада, Россия будет продолжать доминировать на поле боя Видимо, Кремлю показалось мало побед на востоке Украины В странах Балтии решили, что Путин на днях возьмет все три республики Возьмет шутя, превратив обыкновенные учения в штурм Толинна, Вильнюса и Риги Русские уже тут На самом деле снимок сделан близ Белграда, на учениях 14 ноября 2014 года Фото Марко Джирика, Ройтез Дэмиен Шарков в Ньюсуяк рассказал о тревоге, которая поселилась в сердцах литовских и эстонских чиновников из Министерства обороны По их мнению, русские активизировались и планируют произвести в Прибалтике нечто похожее на крымскую операцию, только более быстрая и эффективная Комментируя недавнее заявление России о том, что ее вооруженные силы не прекратят проведение внезапных военных учений Мартин Хурт, ранее трудившийся в Министерстве обороны Эстонии, сделал любопытное заявление По его словам, российские власти хотят не только поднять боеготовность своих сил, но также приучить европейские страны к новой норме, согласно которой следует относиться спокойно к частым внезапным учениям российских вооруженных сил И это вот расслабленное отношение Европы к усилению российской военной активности крайне опасно для демократических правительств Европы, а особенно для Эстонии, Латвии и Литвы По мнению эксперта, вторжение русских в страны Балтии – вполне реально Очередные свои маневры русские просто превратят в молниеносное нападение на одну или сразу несколько столиц стран Балтии Такая атака будет иметь куда большую вероятность успеха, чем гибридный сценарий, продемонстрированный нам в Крыму, говорит господин Хурт Подобный решительный шаг Путина будет возможным при условии слабой и замедленной реакции лидеров Европы Хурт все же уповает на силы НАТО После оккупации и незаконной аннексии Крыма-Литва подняла свой военный бюджет на 32% В 2015 году по сравнению с 2014 года, оборонный бюджет Латвии стал приближаться к 2% от ВВП А правительство Эстонии дополнительно выделило 40 миллионов евро, чтобы разместить в стране войска союзников по НАТО Но Эстония является сегодня одним из всего лишь пяти государств-членов НАТО, чей оборонный бюджет превышает 2% от ВВП, говорит с печалью Хурт Прибалтийские государства предпринимают и другие меры против грядущей оккупации Президентка Литвы Даля Грибаускайте на пресс-конференции в поместье Кауэ, 2 декабря 2014 года Фото Как передает агентство Рейтер, Литва планирует возобновить срочный призыв на военную службу, который был отменен в 2008 году Такая мера вызвана растущей озабоченностью из-за поведения русских Президентка Литовской республики Даля Грибаускайте сделала специальное заявление Сегодняшняя геополитическая обстановка требует от нас укрепления армии Сделать это мы должны как можно быстрее, сказала она после встречи с чиновниками Совета обороны Рейтер напоминает, что балтийские государства беспокоены тем, что Россия присоединила Крым Поддерживает повстанцев на востоке Украины и вполне может предвкушать грядущие восстановления своих позиций на других бывших советских территориях Литва граничит с российским анклавом Калининградом Москва, напоминает агентство, провела в своем регионе военные учения в декабре 2014 год Задиствовав в них 9000 солдат и более 55 военно-морских судов Под новый призыв на военную службу в Литве, указывает Рейтер, попадут мужчины в возрасте от 19 до 26 Студенты вузов и отцы-одиночки будут избавлены от призыва Предполагается, что под ружье в год встанет около 3500 человек Впрочем, этот проект должен еще утвердить парламент Не только Литва озаботилась обороной Министр обороны Латвии предложил увеличить численность армии с 2000 до 7000 мужчин Правда, никаких конкретных планов на этот счет не существует Что касается Эстонии, то она сохранила воинскую повинность Итак, добавим в заключение От кровожадной русской орды Европу защитят грудью литовцы, латыши и эстонцы План Путина им ясен Затеять внезапные учения, которые начнутся в Калининграде А закончатся в тот же день в Вильнюсе Брюссель слаб Блок НАТО одрехлел Обама выжидает А потому помощи прибалтийцам ждать неоткуда Приходится надеяться на 3500 храбрых литовских призывников Странно, кстати, что молчат поляки Уже сдались